Всем привет, мои друзья! Снова с вами Макс Травер. Вы на канале о путешествиях. И сегодня заключительная серия нашего большого грандиозного путешествия по Памирскому тракту. Сегодня мы выезжаем от Паши. Нам предстоит преодолеть 800-1000 километров до Могилева, где и закончится наш весь путь. Сейчас мы едем с Саней до Могилева, а потом он с Могилевой едет уже до Бреста. Так что сейчас готовим мотоцикл. Нам надо подразобрать, потому что Паша нам предоставлял кофр и некоторые сумки. Прокатимся на 100 км, можно сказать, Харле, эту 1800-800 километров. Ну и посмотрим, какие косяки все-таки возникли в процессе эксплуатации. Проехав 11 тысяч километров, мы узнаем, что и стало с Харлеем. В общем, смотрим, погнали! Смотрите, как лопнуло. Памир... Памир ничего не прощает. Я подготовил свой мотик. Кстати, у меня все вещи мои поместились. Вот так замотали. Пашка, спасибо тебе, дружище, за Памир. Было с тобой весело. Заезжайте к нам на Колыму. Ну, в Беларусь. В общем, до встречи, Паш. Да, сейчас у Харлея с этими сидениями. Сейчас проверим без этой мягкой штучки, насколько она помогала. Ну, уже сразу помогала она все-таки. Днепр не хочет работать. Все, Паш, спасибо еще раз. Покеда. Я пытаюсь. Что-то он на холодной вообще плохо работает. А как прогреется, все нормально. О, слушай, силиконовая штучка все-таки помогала. Ну, что, без этих боковых сумок чувствуется сразу, еще даже не на скорости, а уже ветерок начал дуть. То есть, уши обязательно просто для этого Харлея нужны. Дальше, с задней спинки уже нету теперь тоже. Это вопрос, который хотелось бы, чтобы он был. Поехали! Ну, и очень хочется уже домой своих увидеть. Соскучился. Отдельно сделаем видео, что на протяжении всего пути произошло у нас. Вот, но с большего скажу, что все равно Харлей выдержал такие нагрузки. И это отлично. Вот такой момент, все это полировать, тереть. Посмотрим, получится ли. Либо придется бак перекрашивать. Здесь еще осенью не пахнет. 15 градусов, конечно. И достаточно свободная дорога. Не выдержал! Харлейка. В общем, первое, то, что не хочет сейчас зарабатывать. Что-то заработал на какой-то ямке. Видно, какой-то провод все-таки стерся или что-то. Сейчас еду с ошибкой. И, как обычно, он сразу включался, не включается. Следующее. Вот эта рамка перетерлась, отломалась и перетерлась. Представьте. В общем, вот такая система. Надеюсь, хоть это не отвалится. Ладно, будем сейчас кофр куда-то сюда закидывать. Перевязал я кофр. В общем, сбоку теперь ее нету. И повесил назад. Когда переложил инструменты, они все-таки дали свое. В общем, теперь у меня и задний как бы кофр. Но, опять же, отвалилось бы это раньше. Ну, значит, передел бы так же сзади поставил, как и сейчас. В общем, все нормально, едем дальше. Вы знаете, наверное, многие сейчас бы хотели быть на моем месте, чтобы ехать на мотоцикле. Ехать! Получать удовольствие. У тебя есть деньги на топливо и ехать. Но ты реально уставший. И ты не можешь это воспринимать теперь уже как красивый и как все. То есть ты уже такой, блин, это очень забавно. Я сейчас ловился на мысли, что, ребят, реально, мы почему-то часто не ловим момент сейчас. Мы уже живем в будущем. То есть я уже думаю, как я приду домой, там что-то буду делать. То есть вот эту жизнь, вот этот момент сейчас я просто не переживаю. А это плохо. Я еду на Карли Девинсом по России. Сейчас я еду в Белоруссию. Мне еще 500 километров свободы. А я не ценю. А ну, как бы быстрее бы приехать. И мы уже, друзья, проехали Брянск-Орел. Точнее, сначала Орел, потом Брянск. И подъезжаем к Ростовлю. Где и будем пересекать границу, и уезжать в Беларусь. Остается всего лишь 200 километров до дома. А то почти 200. И очень нетерпением ждем уже возвращения домой. Сейчас хочется заехать в магазин, купить какого-нибудь спиртово-вкусного. Цветы. Жене и подарок ребенку. По дороге не получилось ничего такого интересного купить. Хоть у меня есть небольшой подарок и для жены. Который я привезу вас с Узбекистана. Но после этого хочется отдохнуть. Посидеть, покушать, поужинать. Помыться, постираться. И встраиваться в жизнь. Все-таки на 2-3 недели я выбылся из своего социума. Пережил очень много эмоций в виде путешествия, которое полностью отключило меня от каких-то дальнейших планов. Потому что я не занимался вообще, не планировали следующих каких-то поездок, тех же самых яхтенных туров. Я был полностью направлен, целеустремлен на путешествие по Бангерскому тракту. Ну вот и граница. Ну вот мы покидаем Россию и езжаем в Беларусь. Я заскочил в магаз, купил немного подарков сыну. Конечно же, у него было день рождения, а я отсутствовал, потому что был на Памирском тракте. Не рассчитал. Так вот, купил ему кран на пульте управления. Он вроде что-то такое подобное хотел. Так что, с большой коробкой. Ее некуда было засунуть. Мы купили кран. Будем ему дарить. Привет! Сейчас я шлем сниму. Нет, Саня там. Привет! Ты обнимать будешь папу? Давайте мышь. Вижу. Видишь, какой у меня боль? Вижу. Все, Саня покидает нас. Спасибо тебе, пожалуйста. Таким образом и завершено наше путешествие. У меня завершено путешествие. Как Саня уедет. Вот. Саня еще 500 километров бомбит. 550 километров бомбит. 550 километров бомбит. 550 километров бомбит. Удачи тебе. Все, давай, держи. Всего хорошего к тебе. Все получалось, чтобы все проходило гладко. Ну, с маленьким таким, таким, знаешь. Сколько контента, как бы. Я думаю, с моим мотоциклом у тебя контакт будет хороший с этой резиной. Люди все увидят. Все, давай, Сан. Харли Дейвенсон уже немножко помыт. Очищены, сняты какие-то вещи лишние. И, естественно, мы начинаем разбирать, в чем же проблема. Какие нюансы, что износилось. Давайте осмотрим. Первое, друзья, это бак. Есть сколы, царапинки. Ну, здесь не так критично. Царапинка. Потертости. Попробуем это шлифануть. В основном случае здесь окей. Перекрутить поворотники. Но это мелочи. Крышка. Крышка надо подкрасть. Потому что, когда отломалось крепление, оно терло. Это лишнее. Багажник снимем. Да, вот потертость. Это тоже мелочи. Дальше. Здесь все окей. Резина в отличнейшем состоянии. Небольшой, может быть, наклончик. Но резина реально очень хорошая. Передняя резина вообще не чувствуется. Что был какой-то износ. Даже нету квадрата. Здесь то же самое. Раз. Потертости. За счет кофры. То же самое здесь. Потертости есть за счет кофры. Датчик. Один болтик открутился. Гаечка. И датчик топлива. Этот мы еще вопрос не решили. Че и как. Полирнем. Тиранем. Сделаем. И... Отличный мотоцикл. Главное то, что он проверенный. Времени. Начнем заниматься с мотоциклом. Хочу разобрать как можно больше, чтобы перепроверить проводку. Потому что, скорее всего, проблема именно с ошибкой в том, что где-то... Датчик... Скорее всего, соединения хренового. То есть, видим, загорается. Это говорит о том, что... Что-то... Где-то не подходит. Отходит. Потому что при проезде, например, в 50 или нормальном нагреве, эта проблема исчезает. Так что, скорее всего, коннектор. В основном случае мотоцикл никак не пострадал. Ну, есть только царапки небольшие на стекле. Не знаю, каким образом они появились. Но они имеются. Одна крышка потеряна. Ну, наклеечка чуть стерлась. Много было битума. Ну, я так немножко растворителем потер. Но еще даже не мыл нормально с какой-нибудь химией. Я хочу снять передние колеса для того, чтобы их отбалансировать. И у меня где-то был изгиб. Поэтому отдам, чтобы подровняли. Проверим подшипники. Поменяем колодки. Да, задние колодки подстерлись. Передние еще, как вот было, такие есть. Но они у меня есть новые. Фильтры я снимал, посмотрел. Тоже там ничего такого не изменилось. Надо немного потянуть ремень. Но это мелочи. И полирнуть также здесь. Потому что где-то кроссовок наступил, подплавилось. Но это просто надо полирнуть. В основном, скажу по Харлею, проблем никаких нет. Заняться только полировкой. Сделаем кофр. Переделаем крепление. Чтобы у этого мотоцикла было от предыдущего момента установлены кофры. Это все-таки удобная тема. Сделал так, чтобы они просто были. И открывались легко. Ну и не болтались, естественно. Я думаю, это тоже будет прикольно. Сказать, что этот мотоцикл мне не нравится. Нет. Мне он нравится. Да, он не предназначен для путешествий такого формата, как я делал. Но, вы знаете, я к Харлею немножко поменял свои отношения. Это хороший, надежный оказался мотоцикл. Ну и, конечно, друзья, хочется сказать, что если вам нравится мотопутешествие, то поддерживайте лайком, подпиской и комментарием. Это помогает продвигать видео. Потому что большое количество подписчиков у меня на канале. Но просмотров достаточно мало. В связи с тем, что у меня разнообразный контент на моем канале. Ну и, конечно, если вы хотите присоединиться к яхтинговому туру, либо к мототуру, которую я также могу организовать. Могу вообще, кстати, вам лично какой-нибудь даже предоставить, организовать. Или быть помощником в вашем путешествии, напарником. То, конечно, можете писать мне личку. Я все расскажу и найдем, подберем интересный маршрут. И, конечно же, мототрип или яхтенное путешествие. В ближайшее время у нас собирается на Сейшеллах яхтинг. А также, друзья, есть вариант Геленджик, Адлер, мото-покатушка. Готовим сейчас мотики. Ну и у меня есть пару идей с мототурами. Это тоже, кстати, один из таких моментов. Если вы хотите, можете присоединяться. Можем подумать о совместном бизнесе. Мототуров с Макс Трауэром. В общем, типа Памира на следующий год можно было бы организовать. В общем, кому интересно, пишите. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!